Что изменится в лесном хозяйстве страны в условиях непростой экономической ситуации? И как отрасль завершила минувший год? Об этом шла речь на расширенном совещании в Нижнем Новгороде. В заседании принял участие и министр природных ресурсов Чуваши Иван Исаев. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Уже сейчас понятно, что непростая ситуация в экономике отразится и на лесной отрасли. В федеральном агентстве начали разрабатывать постепенный план выхода из кризиса. Правительстве страны рассматривают важный для лесного бизнеса законопроект. Предпринимателям планируют позволить заготавливать древесину по договорам купли-продажи. Необходимо задуматься и об оптимизации структур. На сегодняшний момент, если мы посмотрим внимательно на то, как работают структуры, которые осуществляют исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, более 70% всех субвенций идет на содержание органов управления. И только около 30% тратится непосредственно на выполнение лесохозяйственных мероприятий. Для регионов по-прежнему актуальной остается проблема восстановления горельников. К примеру, в Нижегородской области в этом году планируют очистить более 7 тысяч гектаров. Лесные пожары пятилетней давности причинили этому региону серьезный урон. Готовятся семена. Мы не только расчищаем, но и сажаем новые деревья, саженцы, которые потом, через какое-то время, станут таким же могучим лесом. Ну и не только важно посадить. Здесь еще в связи с тем, что в основе своей лес горит от того, что человек неправильно себя ведет, большая разъяснительная работа нужна. В Чувашской республике эта работа была проведена на отлично. Такую оценку властям региона поставил руководитель федерального агентства. В прошлом году чувашские леса пополнились новыми саженцами. Благодаря серьезной профилактической работе произошло только три пожара. В Чувашской республике в целом картина достаточно стабильная. Были определенные достижения, на которые обращал в своем выступлении внимания директора департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу. В частности, наиболее положительные моменты, связанные с исполнением полномочий в 2014 году, были связаны с эффективной организацией охраны лесов от пожаров. Вообще, за последние годы в республике для лесопожарной службы закупили более 50 новых машин. Регион обеспечивает себя полностью и посадочным материалом. Только в прошлом году в лесных питомниках было выращено более 8 миллионов сеянцев. Посадочный материал Чувашской республики выращивается в 13 питомниках. На сегодня мы убрали 86% погибших лесных насаждений. Восстановили леса на площади 2397 гектаров или 35%. Республика в числе, опять же, лучших по объему, более 80% горельников уже вычищена. И на большей части посажены новые лесные насаждения. Питомнический ресурс питомников здесь нормальный. То есть посадочный материал используется и популярен и в Чувашии. То есть самообеспеченность посадочным материалом достигнута. И, кроме того, есть возможность реализовать на сторону. Обеспечение пожарной безопасности в лесах и проведение надлежащей профилактики – приоритеты этого года. Более подробно о будущем отрасли речь пойдет уже на Всероссийском совете. Медрик Валев, Расиль Мухаммедов, Республика. Из Нижнего Новгорода.